Прямой эфир? Прямой эфир. А где этот самый? Вот, я как раз взяла. Ты же заколомана. Просто фэхат сочищал. Привет, друзья. Увидел Елена. Нарисовалась. Сынов, по-моему. Привет. Значит, что? Похоже, что 65 выпуск Песни 21 в эфире. Михаил Новицкий и, естественно, Елена Пичук. Ольга Заславская. С нами. Я вижу. Так, вот что-то я вконтакте не могу прочитать пока. Хотя я вижу... В общем, я вижу один женщин, честно говоря. Вот. Наверное, недавно пристроилась у нас. Итак, 101... 101? 101 день года. Да. Михаил Новицкий и Елена Пинчук в эфире. Елена Прубникова. Привет пишет. Привет. Какой сегодня день? Сегодня замечательный день. Мы вас приветствуем. Наконец-то удалось как-то выйти в эфир. В последний раз мы выходили на День театра и спели песню Орликина Карабасова. Так было бы. Вот. А сейчас... Сейчас мы выходим в канун Дня Космонавтики. Но сегодня тоже день непростой, друзья. Сегодня 11 апреля. Друзья, ВКонтакте видно? Там нас слышно? Да. Пожалуйста. Я не могу комментарии... Лена не может понять. ВКонтакте нас. Вот. Я понимаю, что здесь у нас Фейсбук, Фейсбук и у нас ВКонтакт. Вот. И Лена не может понять ВКонтактники. Видят нас или не очень. ВКонтакте Эфир идет, вижу. А комментарии что-то не могут я читать. Какие? Накомментируйте, друзья. Пожалуйста. Надо было. Ну и на тут в настройках что-то надо. Так что. Вот. Чем заметил этот день 11 апреля? Дело в том, что для тех, кто более-менее разбирается в истории помнит, как шла Вторая мировая война. А тем более тем, кто не знает надо сказать что именно сегодняшний день является днем освобождения узников. В этот день американские войска вошли в концлагерь Бухенвальд. Правда там в 45-м году естественно друзья. Об этом умалчивается пропаганда определенной. Но ребята действительно вошли. Правда там было уже восстание уже шло полным ходом и восставшие взяли в руки власть в лагере. Благодаря этому гитлеровцы не сумели скрыть следы своих преступлений. И потом их по всему миру искали и судили. И судили. Вот. И что еще сегодня за день такой? Сегодня еще день борьбы с болезнью Паркинсона. Оказывается знаете какая плохая. И многих она задела. Эйнштейн болел Паркинсоном. 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 Вот. Этот самый Дали тоже самый этой болезнью болел. Ну что, есть какие-нибудь комментарии? У меня тут ВКонтакте проблема немножко. значит в фейсбуке у нас тут Мария Горбач смотрит, Александр Леонов, А я жив, Саша. Мария Горбач пишет Ура, 56 выпуск. Маша, 65-й. 65-й. 65-й, да. Оригинный Карабас хорошая песенка пишет Саша, А я жив. Сашия Узлавер, Алла Владимировна наша из США смотрит. То есть Американцы смотрят. Лариса Картузова, Елена Смирнова. Союзники короче с вами. Союзники с вами. И чем так вот мы сегодня уже с Леной побывали в институте. Каком институте мы побывали? В институте мозга человека. дали концерт для пациентов этих панкерсоновцев. Какое слово тяжело иногда Скоргавок с ним придумать. Вот. И спонсором этой акции был Анатолий Буравов. Он организовал этот концерт и с удовольствием сделал небольшой концерт с утра пораньше для пациентов. Вот. И если перемещаться из Бухенвальда к нам, то можно поговорить о космонавтике. Дело в том, что чекисты в своих ГУЛАГах намучившиеся, настрелявшие человеков советских вдруг спохватились. Надо бы в космос полететь. Американцы вот-вот полетят. И нашли в нашем Освенцине в советском нашли доходягу едва с дефицитом веса, со сломанной челюсти и звали этого доходягу Сергей Королев. И сказали, вот тебе вместо одной порции баланды будешь получать две порции баланды или даже две с половиной. Вот. А если не запустишь человека в космос, тебя расстреляем. Вот и все. Таким образом чекисты обеспечили в Советском Союзе день космонавтики. Этот человек полетел таки в космос. Звали его Юрий Гагарин. Но потом он разговорился о свободе, 5-10-м медаль ему понавесили. И через 7 лет они его тоже как-то так сделали, что он умер. Как бы несчастный случай. Вот таков у нас день. Завершний будет день космонавтики. А сегодня мы по-своему сказочного космонавта можем вам предъявить. Потому что давече мы издали спектакль, который называется Маленький принц. Уже вот именно отдельный, не в рамках концертной программы, а отдельный цельный спектакль Маленький принц. Мы будем делать 20 апреля. Спектакль очень хорошо получился. его мы рассчитывали на аудиторию плюс 6, но пришли и те, кому было плюс 4, и эти плюс 4 сидели с открытыми жданиями и очень хорошо контактировали. Мы поняли, что какая бы комиссия не принимала этот спектакль, это чушь собачья, потому что самый главный контролер, контролер этого дела это все-таки зритель. зритель и получил, что маленькие зрители у нас его приняли. Мы 20 апреля его повторим. И поэтому сегодня в 65 номере нашей песни, а у нас песни не повторяются, получается 65 я исполнил композицию диалог Розы и Принца или Принца и Розы как вам удобно. Вот как вам удобно. Вообще вот все песни, которые там написаны мной, они авторские, постихоньку прозвучат в нашем эфире тоже. А сейчас будет песня Принца и Розы. Друзья, которые вконтакте, я вижу, что эфир идет, но комментарии у нас не идут. Видимо, какая-то техническая проблема. Так что вы пишите, оставляйте, мы после эфира вам ответим. А в фейсбуке? В фейсбуке идут комментарии, да, нормально. Лариса Павлова пишет привет, Галина Бегуненко доброго вечера, доброго настрою. Теш, теш. Александр Крылов добрый вечер. Доброго. Мария Горбач пишет 65 еще лучше. Конечно. Саша Я жив пишет Миша, в ней будет тепло. Это сверху по секрету сказали. Да. Света Островская смотрит. Света Островская ждет меня, как и многие другие москвички и москвичи на 1 мая. Я консирую, что 1 мая в Сахаровском центре будет ежегодный традиционный фестиваль музонепокорных. Ну, для музыкантов, которые и художников, кинематографистов и поэтов непокорных, которые не пристраиваются в определенное место к власти. Да? Не прихвостям. Вот. Вот там 1 мая в Сахаровском центре Жахлин концерты, выставки и много чего еще. А 2 мая там где-то лотерийский концерт. Сразу всех приглашаю москвичей и гостей Москвы. Ориентируйтесь на 1-2 мая. Так, Света, я правильно все сказал? Если я что-то неправильно сказал, добавь в комментах. Договорились? И пора бы уже спеть песню. Итак, диалог принца и роз. Естественно, у нас в этом исполняют юные артисты. Уже достаточно взрослые артисты. Но я попытаюсь сейчас исполнить и за того, и за другого. И за розу, и за принца. Я думаю, что вы догадаетесь, где роза, где принца. Понять несложно вам чудо, я не ромашек, я племат. Я не трава, не семей, я не боюсь больших свиней. Все это чушь и полный бред. Все ваши да, и ваши нет. Пройдут года и как вода. Все ваши нет, все ваши да, где ваша шерва, где холпа, тут все не то, тут все туда. Где ваша века, где вода, уже несут. Куда вы льете не туда, куда нужно льете. Куда вы льете не туда. Все это чушь и полный бред. Все ваши да, и ваши нет, пройдут года. и как вода. Все ваши нет, все ваши да. Что за планета без утех? Кошмар, какой-то просто смех. льет. ваших тигров кручу, да нет у меня тигров, пускай приходят, не шучу, пускай приходят, не шучу. все это чушь и полный бред. Все ваши да, и ваши нет, пройдут года, и как вода. Все ваши нет, все ваши да. и хотя маленький принц полюбил прекрасный цветок и рад был ему служить, но вскоре в его душе закрались сомнения. Пустые слова он принимал слишком близко к сердцу и вскоре почувствовал себя совсем-совсем несчастным. Не надо слушать, что говорят цветы. Нужно ими любоваться и вдыхать их аромат. на маленький пес был слишком енг. Еще не мил любить. Итак, песня 65-я позвучала. Да, слышу, уважаемый аплодисмент. Спасибо, 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 И лайки, лайки ваши видел. Напишите чего-нибудь там, потому что строчки берут всех покупающих ВКонтакте обычно очень много комментариев, но сейчас мы их, к сожалению, не можем видеть, но вы пишите, пишите свои отзывы, мы их обязательно прочтем и ответим вам. Ольга Заславская пишет замечательная песня. Спасибо, есть у нас перебежчики из ВКонтакта в Facebook. И один из Мартынов пишет, перешел из ВКонтакта в Facebook. Ну, правильно, Леонид. Ну, правильно, да. Ольга Заславская, да-да. Ждем, Елена Смирнова пишет, у Гитлера тоже Паркинсон был, у Папы Римского великий уравнитель Паркинсон. Да, да. Вот, Александр Крылов пишет, Михаил, вы молодец, спасибо, огромное. Взаимно. Если бы меня не слушали, я бы не пел бы. Михаил Великанов пишет, о, Миша сегодня опять отжигает. Ну, да. Будем отжигать 20-го, кто присоединился, говорим, 20-го апреля будем отжигать на Пушкинской 9, показывать маленького принца. Так что дети оказывается, ну, все-таки давайте от 6-ти, ну, от 4-х оказывается сидят и слушают. Но есть какие-то маленькие дети. Я, правда, встречал девочку и 2-х лет очень внимательную. Это уже отдельная история, когда я был Дед Морозом когда-то. Вот она мне поразила. Об этом я, знаете, напишу в своих мемуарах. Я тоже помню, ее зовут Юля. Она уже большая. Вот. Что, да, и 1-го, 2-го мая я буду в Москве в Сахарском центре. Если Света нам не врет. Если повар нам, мы на нем собаку съели, если повар нам не врет. Вот. Ну, что можно сказать на прощание? Будем стараться, будем стараться выходить чаще. Ну, как получается. Видите, 2 недели получилось так, то концерт, то репетиция, то генеральная репетиция, то съемки в кино. В каком кино? Ну, ладно, не будем. Не будем говорить пока. Пусть будет сюрприз. Пусть будет сюрприз. Вот. В общем, 2 недели не было продыху. Вот, наконец, вышли. Вот. Обязательно подписывайтесь на нашу страничку в Фейсбуке, Вконтакте. Делитесь этим видео с друзьями. и пишите отзывы свои. Обязательно оставьте какой-нибудь комментарий, хоть маленький. Мы тогда вас увидим обязательно. И вам напишем большой привет от нас. Всех обнимаем. Берегите планету под названием Земля. Она уникальна. И она в большой опасности, потому что если какой-то придурок нажмет на красную кнопку, будет плохо. Надо нам об этом чаще думать. Ну, и не засорять ее всячески, понимаете. Не засорять. Все. Обнимашки. Пока.